Уже по традиции в конце года студия живописи «Градиент» проводит отчетную выставку картин своих учеников. С каждым годом ее масштабы растут, а площадка для проведения становится все больше. Ведь не так давно «Градиент» сменил место творчества, а это значит, что школа готова принять еще больше учеников. Творческое пространство, оно, несомненно, должно сподвигать нас на новые подвиги, на новые шедевры. И я верю, что у нас это здорово очень получилось, потому что каждый художник, который к нам приходит, действительно восторгается в первую очередь самой атмосферой и создает им невероятно красивые картины, не побоюсь вот этого вот заявления. Но действительно, работа наших художников, но вы сами можете сегодня увидеть, меня лично очень поражает. В первую очередь я обучаю детей не бояться рисовать. Я на каждом уроке повторяю, что рисовать могут все с любого возраста. И не обязательно учиться каким-то определенным навыкам, вроде перспективы или пропорций. Нет, нужно просто отдаться этому, и тогда каждый сможет. Когда твою картину берут на выставку, для художника это большая честь. У этих юных авторов главные поклонники и критики, конечно же, их родители. Вообще, когда я отвожу ребенка своего в школу, я вижу, что он рисует, но как бы со стороны для взрослого это так, знаете, детские каракули какие-то. Придя сюда сегодня, я увидела рисунки всех детей, и они невероятно красивые. Вот когда они собраны вот именно в такую коллекцию, я не знаю, в выставку, это невероятно круто смотрится. Вот что я могу сказать, я не ожидала детских рисунков сегодня увидеть вот такое вот. Я не верю, что это дети нарисовали, вот так, надо сказать. Ее дочь зовут Рината, она входит в студию, в Градиент уже около года. Ей очень нравится рисовать, но начинала она с лепки. Но Валерия Валерьевна все-таки показала, что рисовать его тоже очень красиво, познавательно и красочно. Поэтому сейчас она ходит только на рисование. Когда вот первый раз ходили на вот занятия этой студии, конечно же, она была очень воодушевлена, ей безумно все понравилось. И самое главное то, что с первого раза получаются такие очень интересные картины. Когда Лиза первый раз принесла нам свою работу, мы, конечно же, всей семьей аплодировали, потому что, ну, безумно всем очень понравилось. И действительно очень достойные получаются рисунки. Даже рисунками трудно назвать, это уже настоящие картины. Желание у нее было давно учиться рисовать. Это наша первая художественная школа, я думаю, и последняя, поскольку нам здесь очень нравится. Атмосфера приятная. Педагоги замечательные, потрясающие. Ну, и в конце концов, я вижу, что у моего ребенка есть и дальше желание ходить в эту школу, заниматься живописью. Многие художники начинали свой творческий путь с расписывания стен, диванов, кресел и прочих поверхностей, которые в данном случае пришлось сменить на холсты с мольбертами. А кроме навыков работы кистью и карандашами, они получили еще массу полезных знаний. Одной из отличительных особенностей нашей студии является то, что после каждого урока у нас проходит просмотр. И мы с детками учимся давать названиям своим работам, представлять их, рассказывать на сцене. У нас есть импровизированная сцена. В общем-то, мы бессознательно готовимся к таким большим выставкам. Поэтому я уверена, что Лиза сейчас с удовольствием расскажет что-то о своих работах. Называется работа «Снежный ангел». Я ее выбрала, потому что это одна из самых моих любимых картин. Она была написана Гуашем. Небо немного похоже на картину Ван Гога «Звездная ночь». Поэтому она мне нравится. И принц и лисенок получились очень реалистичными. Именно поэтому она мне очень нравится. Мне кажется, что они сидят на планете лисенка, потому что планета маленького принца была... Ну, она была более серой, чем лисенка. Мой рисунок был о птицах. И там были запрещены две красные птицы. Там использовалась белая краска, коричневая, голубая, белая. Мне нравятся краски оранжевые, желтые, розовые, бирюзовые и все. Первую картину я рисовала мост. Вторую картину я рисовала... Она была с мишкой, который смотрел на вид из окна на деревню. Кто давно знаком с Градиентом, знают, что у них много творческих друзей, которые с удовольствием всегда принимают участие в их праздниках. Наши дети занимаются бальными танцами. Сегодня они будут танцевать танец ча-ча-ча. Это один из десяти танцев, которые им надо бы знать. Знают они пока два танца. Мы будем танцевать чаще. Мы занимаемся... Мы вообще просто занимаемся, мы просходим и занимаемся. Танцами много интереснее. Потому что танцевать, это прикольно танцевать, красиво получается. Искусство, соединенное с искусством, я считаю, это замечательно. Мы сегодня будем танцевать задорный, веселый танец ча-ча-ча. У нас дети тоже будут танцевать ча-ча-ча. Они более детский вариант, мы более взрослый вариант. Ну и как принято в современном искусстве, только лишь демонстрации картин выставка не ограничивается. Так в программе этого вечера искусств Анна и Эльза из Холодного Сердца, танцы, конкурсы, развлекательная программа и, конечно же, благодарности и грамоты всем, кто плодотворно трудился в выходящем году. Субтитры создавал DimaTorzok